Знаешь, что моя бабушка говорит, когда я помогаю ей в саду? Каждые пять минут она говорит, что хочет кого-то убить, того-то, того-то, просто, знаешь, просто. Она говорит быстро, 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 вот как я, как Гитлер. Только быстро. Быстрее раз в десять. И она говорит негативно всегда. И в юности у нее фотографии есть, где у нее очень грустные глаза. Почему? Странно. А потом она меняет свое настроение на хорошее, называет меня как-то каким-то добрым именем, по-доброму. А потом резко раз и негативно. А потом резко опять добрая, резко раз и негативно. И после сада я ложусь спать, приняв таблетки, и у меня в голове вот это вот, то она по-доброму, то негативно, то по-доброму, то негативно. Я офигеваю от этого, у меня в голове это, прокручивается, я, ну, само собой, я пытаюсь игнорировать это. Понимаешь? Не понимаешь? Я принял второй раз сейчас. Мне нужно три раза принять. Если бы были этот Тиралижен по 10 миллиграмм, по 15 миллиграмм, было бы самое то. Но они жадные. Это компания, Валента Фарм, жадная компания, которая отстой продает. Вот, феназепам ваш отстой. Отстойный феназепам вы продаете, от которого вообще хреново. Да и вообще любой транквилизатор сейчас отстойный. Полный отстой. Буквально недавно они по рецепту выдают его. Зачем вы выдаёте какой-то отстой по рецепту? Тут ещё, ещё даже в 2014 году, даже к санекс по рецепту, который полностью отстой, скоро там просто будет мел один и чуть-чуть действующего вещества, какой-то низкого качества. И они будут с 10 печатью ты должен ставить там, и они будут тебе выдавать, которые ни хрена тебе не поможет. Скоро будет так, потому что на моих глазах это происходит. Сначала был, сначала был этот, Алпразолам, низкокачественная подделка на западный ксанекс, который хранили в сейфе, в официальных аптеках, определённые только в Красноярске. И по рецептам, по сложным рецептам, всё указано, всё на учёте, стоило 800 с чем-то рублей. Теперь его даже нет, на глазах моих исчезает. Теперь его даже нет, теперь за Ламакс этот, херня эта немецкая, которую на самом деле, наверное, делают в России, называют немецкой, полная херня, которая стоит 1000 рублей. Дорожает всё, при капитализме всё дорожает, а качество снижается, и при капитализме любом, я не знаю, короче. И ещё одну печать дополнительно нужно заставить, пришлось бежать, печать оставить, печать, и скоро треть, четвёртую, пятую, десятую, а качество будет всё хуже и хуже. Это нормально, нет, только я об этом говорю, все вы молчите, вы можете только меня обзывать. Никто из вас не скажет, что я мужественный человек хотя бы тем, что я открыто говорю о том, о чём все молчат. А ещё, они никогда не говорят сбор подписей в поддержку городов. Вы должны отопление включить, отопление включить, отопление включите. Вы выключили отопление, когда сами знали и предупреждали, что начнётся холод и шторм. И вы выключили отопление, хотя мы платим. И вы, как они говорят там сейчас, короче, и вы, они говорят о всякой фигне. А правда в том, что они включили отопление, а потом, через несколько дней, они говорят, количество, количество заболевших коронавирусом крайне сильно возросло. Вот уж удивительно, вот уж удивительно. Я так говорю, я простой русский человек, который родился, все мои предки были простыми русскими людьми, один только был из Украины, западный. Но у него были славянские черты лица, он был обычный, как выглядел, как обычный. Может это, может эта генетика как-то влияет, что хоть кто-то не из России, блин, у меня из предков. Знаешь, как с ним поступили, моя бабушка, его вышвырнули из города. Он, кстати, не любил русских людей, ну, россиян. Короче, это, ядерные отходы, нуклеар, скам, отсутствие отопления, ну, при этом мы платим за это все, огромные деньги. И только я, один обычный русский человек, на весь город об этом возмущаюсь. И меня называют ничтожеством, сопляком, тряпкой. Это то же самое, назови инвалида, назови, обзови там, жалким ничтожеством, назови, из-за того, что у него инвалидность, блин. То же самое, так делают фашисты, нацисты так, может, делали только. Я никогда в разговоре никого не называю там. Не знаю, это менталитет россиянства. У тебя проявился менталитет россиянства. Короче, мне похер вообще. Я не хочу с такими людьми, я не хочу вообще ни с каким человеком. Даже если мне предложат, даже если я там, предложат стать, блин, как Иисусу, царем царей, блин, здесь. Скажу, пошел нахер, и змею растопчу, как Иисус. Скажу, нахер мне это, править деспотично в этом царстве гребаном, где такой ужас происходит. Нахер. Не нужно мне, пусть лучше распнут меня. Я устал говорить. Что там, опять врагов находят? Китайцам лес, там они вырубают каждый день миллионами гектаров. Симоньян это, черт его. На, сука, Симоньян, на, помоги тебе, помоги. Пинком под зад. Мудак. Где этот мудак? Мудак. На тебе, мудак. Вон, стоит мудак в галстуке. Бездельник, тунеядец. Паразит. На, Симоньян. Хотя я не знаю, Симоньян нормальный или нет, я что-то не помню. По-моему, она... А, Симоньян, это, которая брала интервью у этих. Симоньян, это, которая брала интервью у этих. Симоньян простой, у блогера к ответу. Да, он здесь нормат российские сказки. Все должны быть доказаны, кто с ним поздною пряжки. Все должны сидеть в тюрьме. Должны сидеть в тюрьме. Да, какое мнение. Насчет тех, кто в этой самой упряжке, как точно выразился ветеран. В упряжке. Даже за людей их не считает. Я не знаю, про что здесь. Если бы тема не выставила, то господин Брючев, известный там, журналист с пониженной социальной ответственностью, он бы не стал просто писать этот пост. Он видит, что... Журналист, приедь ко мне в город, черт возьми. Журналист, приедь. Come in my city. Журналист. Журналист. Come in my city. Гоу. Ой, да сколько меня оскорбляли. Простого русского человека. И ничего, никто, никого. Я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю. Да, да. Северные деликатесы, гречу, дефицитную гречу, сосисы. Сосисы, дефицит... Ну, короче, посмотрите ролик этого. Ну, кто понял, тот понял. Мурманск. Посмотрите ролик про этого, как он там, из кофига в шоу, там про туризм, типа. Дефицитная греча, сосис. Я помню, угорал, блин. Вот это то же самое показывают на канале Россия. Сейчас за мной придут скоро эти фашисты, которые здесь. Ладно, не будем об этом. Ну, короче, скоро придут за мной ненормальные ребята, а эти. Дадут мульту. Эти полицейские только ждут, когда меня уничтожат. Я говорю, если меня кто-нибудь убьет, они будут радоваться, они даже не будут расследовать. Представляешь? Встал немного сейчас. Да вы не волнуйтесь, я сам себя уничтожу. Просто я не разбираюсь, мне нужно... Вы как-то подскажите, менты или... Хоть тот чел слился, как настоящий мужик со стержень, мужчина со стержень, слился просто. Когда я ему лайк поставил, он написал, ну давай, напиши мне, где достать калиоцианид. Он слился, этот настоящий, не тряпка, не сопляк он. Это я, тряпка сопляк. Давайте, подскажите мне, я залезу на крышу, никого не призываю, повыше залезу, приму калиоцианид или что там, и транквилизаторы по рецепту врача, и сброшусь, чтобы я точно умер. То есть от калиоцианид, если не умру, то от падения умру, и еще привяжу себе на шею очень тяжелые гантели какую-нибудь, хотя она может помешать, или к поясу привяжу, чтобы утяжелить, или грудные клетки привяжу, чтобы точно разбиться, наверное, да, грудные клетки надо привязать, у меня есть гантелька. Короче, ну, я никого не призываю, так нельзя делать, так делать нельзя, это я только про себя сейчас сказал, так делать нельзя, нельзя, не делай так, нужно жить, живи счастливо. Короче, не волнуйтесь, скоро я сам сдохну. Ну, не скоро, через какое-то время, ну, вы не волнуйтесь, можете даже, ну, хотя у вас жажда убить кого-то, я кое-кому, кое-кто, у кого жажда, я, он слышит меня. Королевский декрет закон включил ряд профилактических и дегеринических миру, из которых я хочу вот здесь, обязательное использование масок, когда расстояние в полтора метра не может быть сохранено. А это не только улицы, но даже пляжи, особо популярные. Впрочем, многие из них после бубличного тотального каракина выглядят как будто после урагана природа взяла свою. Европа загнивает. Даже с вами за три месяца стали дикими, это значит, что теперь их нужно... Короче, Европа загнивает, у нас все хорошо, Европа загнивает. Когда я совершу суицид, меня никого не призываю, то Россия встанет с колен, знаешь, потому что из-за меня Россия, проблемы всей России, из-за меня, только один я виноват, один я виноват, понимаешь? Просто я выпил кофе, и у меня так действует сильно. Короче, один я виноват, запомню. Один я виноват во всех проблемах России. А, кофе-то нету. Один я, самый богатый человек на всю страну. Один я, самый охреневший, самый богатый, самый... Самый, это... Ненавидимый, ненавистный, презираемый всеми. Я! Я! На все СНГ! Нихрена отсюда не уехать. Потому что на год. Просто приедешь, тебя арестуют, там, и назад отправят. А в России меня никто не любит, никто меня не ждет. Удивительно, да? Неудивительно. В России, короче, это ладно. Не буду, короче, пересказывать чужие мысли, там. Ну, хотя они очень обоснованы. Просто задумайся. Ни одна девушка в России не подойдет первая даже к идеальному по всех отношениях мужчине. Ни одна. Никогда. И когда он к ним подойдет общаться, у него у вас останется плохой осадок, и она его пошлет, либо, ты знаешь, так мерзко будет говорить, манипулировать. Это говорит, это не мы слова, это слова этого чела. Блогера. Не Меганоча, я его не смотрю вообще, а гораздо менее известного. Ну, очень неизвестного блогера. Понимаешь? Понимаешь? Пропаганда идет непрорывно. Стирают мои. Но тварь. Нет войне, нет власти мущим. Просто уничтожают это. Уничтожают это сами люди простые. Это нормально, по-твоему? Скажи мне, это нормально? Скажи, что я виноват. Что я дурачок. Это нормально, по-твоему? Думаю.